Всех приветствую! Сегодня буду рассказывать о фильтрах для воды. У каждого в квартире стоят фильтры для очистки. Все их устанавливают и снимают. Посмотрим, из чего они состоят и как можно их приспособить в домашнее хозяйство. Фильтры ставятся в вход, выход. Сначала ставится фильтр грубоочистки, материал, который задерживает все механические примеси. Сначала ставится угольный фильтр. В зависимости от назначения у меня стоит желтого цвета для смягчения воды. Вода у нас достаточно жесткая. Можно чередовать, но угольный фильтр ставьте его посередине. Разберемся, из чего состоят эти фильтры. Фильтр грубоочистки. Фильтры предназначены для сдерживания и накапливания всевозможных механических примесей. Как видите, загрязняется он достаточно хорошо. Одно время стоял два фильтра. Один был грязный, второй остался чистым. Достаточно одного фильтра, чтобы сдерживать все механические примеси. Следующий фильтр для смягчения воды. Уверен на 100% что никто никогда его не разбирал. Сам не разбирал, давайте посмотрим что там внутри. Придется немного ножек испортить. Интересно, достаточно прочный материал. Начинается нарисовываться. Как вы видите, здесь находится желеобразная масса. Вот она с прокладками. Все, то есть это пластик. Вход и выход. И обыкновенная желеобразная масса, которая смягчает воду. Вот такой вот он. Такие шарики, ну какой-то химический реагент, который смягчает воду. Вот такой вот он. Так, и прокладки. Ну это чтобы этот реагент не просачивался наружу. Ну и пластиковый обыкновенный стакан. Вот и выход, как я говорил. Кстати, если вы разделываете жирную пищу, курицу, мясо и еще что-нибудь, чтобы потом не чистить доску. Делаете очень просто. Накрываете по пакетам, как я сделал. А потом просто-напросто все этот пакет собираете и выбрасываете. Получается очень удобно и практически. Все, вот весь мусор получился в пакете. И доска чистая достаточно. Даже если доску где-то отборежете и что-то сюда попадет, то мыть вам все равно ее будет меньше. Все, мусор я убрал. Итак, рассмотрим фильтр грубой очистки, что можно из него сделать в домашних условиях. Этот фильтр, как я говорил, уже использованный. Использовать его уже нет смысла, потому что он уже грязный. Кроме грязи, ничего вам больше не даст. Так, что можно из него сделать? Этот фильтр уже обрезал. В общем, если взять в магазине новый такой же фильтр, его можно просто обрезать. В общем, мы получим домашний фильтр грубой очистки. Но перед тем, как его использовать, его будет необходимо опустить в воду. Так как он используется в системе под давлением. Потому что если вы будете через дню пропускать воду, он просто у вас через дню вода не пройдет. Поэтому сначала нужно будет его замочить. Делается очень просто. Берется 1,5 литровая бутылка. Делается обыкновенная воронка. С одной стороны вставляется крышка. Она очень герметичная, как видите, становится. С другой стороны вставляем воронку. Получили вот такой вот фильтр грубой очистки. Недостаток у него заключается в том, что, чтобы очистить, предположим, литр воды у вас идет порядка часа. Один час у вас идет на тот, кто пропустит через него литр воды. Вода будет достаточно чистая, без механической примеси. Берете любую посуду, опускаете, наливаете воду и у вас фильтруется вода. Все очень просто. Ничего сложного в этом нет. Если только фильтр у вас будет новый. В бывшем употреблении фильтр использовать не рекомендую, потому что он у вас уже будет грязь. И так, остался фильтр угольной очистки. Это обыкновенный уголь. Сразу хочу сказать, что уголь очень прочный. Достаточно толстый. Это фильтр каменный. Разрушить его достаточно сложно. Так как он уже использовался, дальнейшее его использование стоит под вопросом. Но это можно исправить. Для этого вам понадобится обыкновенная сода. Берете соду, берете любую кастрюлю, 2-3 ложки соды, разбавляете водой и кладете этот фильтр в водный раствор вместе с соды. Он у вас в ночь постоит, промываете и практически как новый. Раствор воды с соды очень хорошо очищает угольный фильтр. Далее, что с ним можно сделать. То же самое, что и в предыдущем случае с фильтром грубоочистки. Вам необходимо с одной стороны его чем-нибудь заткнуть и с другой стороны сделать заглушку. Я взял обыкновенный кусок. Можно использовать любой способ. Мне что под рукой оказалось, то и использую. Врезается обыкновенный кубик из обыкновенной губки. Заворачиваем блокной салат, и получается что-то подобное пробки. Если у вас есть какая-то пробка по диаметре, можете использовать пробку. Получили обыкновенный фильтр, который можно использовать в домашнем хозяйстве. Беру обыкновенную салатницу, ставлю фильтр с заглушкой и посмотрим, как будет проходить вода через фильтр. Как видите, вода стала фильтроваться через фильтр. Как и в прошлом случае, с фильтром грубоочистки, эти фильтры предназначены для давления, чтобы они работали в системе под давлением. Поэтому вода просачивается достаточно медленно. Этот способ мы используем всегда, когда выезжаем на природу. Если есть какой-то источник воды, то фильтр всегда нужен. Если есть какая-то река или колодец, то есть воду нужно очищать. Её потом необходимо кипятить, но этот фильтр мы используем для очистки. Именно такой угольный фильтр очень хорошо очищает воду. Достаточно хорошо. Если использовать воронку, сделанную из 1,5 литровой бутылки, то можно увеличивать давление на фильтр. Тогда вода будет просачиваться немного быстрее. Именно такой фильтр. Его можно подвесить, сделать воронку побольше и фильтровать воду. Но потом эту воду необходимо все равно кипятить. Неизвестно, откуда и как берется вода. Решил разобрать фильтр до конца. Что касается угольного фильтра. Я его распилил. Толщина стенки угольного фильтра составляет 1,5 см. То есть толщина стенки 1,5 см. Достаточно большая. Распиливал я его струной по камню. Наверное, плитка резка есть. Вырезать плитки всевозможные фигурные отверстия. Что я хочу сказать о нём. Достаточно стержень очень прочный. Угольный фильтр достаточно плотный. Напильник обрабатывал сырой. Достаточно плотный. Хорошо прессованный. Видно, под большим давлением его прессовали. Вот эти крышки я хотел сделать. Я хотел посмотреть, подойдет ли сюда крышка 5-литровой бутылки. Она не подходит. Думал, как с фильтром грубой очистки сделать. С одной стороны приложим заглушку. С другой стороны воронку. Маленький фильтр, чтобы можно было ставить его в 3-литровую банку. Не получается. Крышки вот эти крайние были установлены под определенной температурой. Здесь есть кольцо внутри. По всей видимости она расплавлялась и насаживалась крышка крайней. Вот таким вот образом. Лучше термической насадки. Никакого клея здесь нет. Именно под температурой. Вот это все, что я вам хотел рассказать про фильтры для воды. Из чего они состоят и что с ними можно сделать. На счет угольного фильтра я могу сказать со стопроцентной уверенностью. Воду очищают не очень хорошо. На даче, на природе. То есть ничего больше другого вам не надо. Если, предположим, вы дома выкидываете старые фильтры. Угольные фильтры не выбрасывайте. То есть достаточно положить их в соду. Два-три раза так сделать и они будут у вас чистые. Вы можете их брать постоянно с собой на природу и очищать ворон. Достаточно можно их подвешивать. Только действительно надо будет предусмотреть. Я использую обыкновенную воронку. От 1,5 литра в бутылке здесь она обрезается. Наматывается обыкновенная лента изолирующая. Для резьбовых соединений вставляется сюда. Получается высокая, большая высота, хорошее давление и вода потихонечку очищается. Внизу вставляется какая-нибудь посуда или 5 литровая бутылка, из которой уже воду вылили. Этот фильтр можно использовать очень хорошо. Всем спасибо!